Музыка Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Первый президент Республики Западная Армения и председатель Национального собрания посетили мемориальный комплекс Муссалер. Первый президент Республики Западной Армения Арминак Абрамян почтил память боевого товарища Манука Саакяна. Конференция, посвященная 105-летию армянского легиона. Правительство Западной Армении приглашает на встречу в ЗУМ. Конференция о произведениях искусства, украденных во время совершенного против армян геноцида компенсации ущерба Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Уникальная коллекция Гамлета Охсипяна, хранящаяся в Британском музее бронзовая голова богини Анаит в Ереване. Первый президент Республики Западной Армения Арминак Абрамян в сопровождении спикера парламента Западной Армении Лели Арутнян по случаю 105-летия создания армянского легиона посетили мемориальный комплекс героической битвы Муссалер. Делегация возложила цветы у мемориала жертвам героической битвы у бюста адмирала Луи Д'Артыча де Фурне. Делегация посетила источник-памятник, символизирующий многовековую армяно-французскую дружбу, где упомянуты имена французских моряков, участвовавших в спасении муссалерцев. На территории мемориального комплекса делегация остановилась у мемориала, увековечивающего память погибших в битве при Араре 23 армян. Напомним, в 1915 году жители Муссалера, игнорируя план монотатурок уничтожить армян и покинуть армянно-населенные территории, в течение 40 дней оказывали ожесточенное сопротивление турецким отрядам, трижды атакуя регулярную армию. Понеся большие потери, турецкая армия, изменив тактику, окружила гору. Моряки французского военного корабля, заметив флаг с надписью «Христиане в опасности помогите», доставили оставшихся в живых армян в египетский порт Порт Саид. К инициативе почти параллельно присоединились британские корабли, в общей сложности спасшие жизни 4200 муссалерцев. Перемещенные армяне поселились в Ливане, в селе Анчар. Остальные нашли убежище в Армении, основав село Муссалер. 1 февраля председатель Национального совета Западной Армении посетил памятник боевого товарища Манука Саркисовича Саакяна Манча, погибшего в ожесточенных боях за отвоевание высот Мохратага. Манч храбрый, ученик командира Леонида Азгалдяна, уважаемый Азата Мартриг, отличающийся резкими и безошибочными ударами Орла. В последнем бою Манч и боевые товарищи, переходя в атаку, застают врага врасплох. Битва заканчивается победой наших солдат. Погибнув от выстрела вражеской пули, Манук так и не застает радость победы. Мануку Саакяну было всего 23 года. У памятника Манука Саакяна первый президент Республики Западной Армении Армянак Абрамян сказал следующее. Манук пал всего лишь в нескольких метрах от меня. Манука я буду помнить всегда. 1 февраля в Ереванском представительстве Республики Западной Армения состоялась конференция, посвященная 105-летию создания Армянского легиона. Председатель Национального совета Западной Армении Армянак Абрамян подробно представил славную историю Армянского легиона. Видеоматериал конференции доступен на нашем YouTube-канале Вестерн Армения ТВ. 2 февраля 2024 года, ко дню 13-й годовщины, со дня формирования правительства Республики Западная Армения, правительство Западной Армении приглашает принять участие во встрече Zoom. Встреча пройдет в 18.30 по парижскому времени и в 21.30 по илеванскому времени на армянском языке. Тема встречи 13 лет со дня формирования правительства Республики Западная Армения. Фонд Вествуд «Армянское обещание», расположенный в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, рад сообщить, что 10 февраля состоится конференция о произведениях искусства, украденных во время геноцида, совершенного против армян, и компенсация ущерба, организованная программой фонда по изучению геноцида, совершенного против армян. Докладчик конференции – профессор Хейгнар Ваттенпау. Инициатива возникла под руководством профессора Майкла Пазилера, целью которой является создание системы, гарантирующей реституцию произведений искусства, похищенных во время геноцида, совершенного против армян. В ходе конференции состоится показ документального фильма для аудитории, присутствующей в зале, презентации последних работ и две дискуссии. Основной докладчик – посол Стюарт Айдзенштадт. С докладами также выступят адвокаты Лорн Фильтр и Ренгел Шенперк. Также журналист-расследователь Симон Магакян. Конференция пройдет в музее Фаулера, комната Леннарта. Для регистрации на конференцию встреча у зала в 9.30 утра. Конференция продлится с 10 утра до 5 вечера. Дополнительная информация доступна по указанной ссылке. Еще раз подчеркнем, правительство Западной Армении имеет исключительное право на получение реституции и компенсации за любые украденные произведения с ее территории во время совершенного против армян геноцида. Французский коллекционер Гамли Товсипян – путешественник во времени. Уникальная коллекция представляет богатое культурное наследие Западной Армении. По-своему раскрывает границы воображения и вкуса армянских мастеров. В 2012 году Гамлет Товсипян 15 дней путешествовал по Западной Армении Килики. В ванне Гамлет Товсипян находит монету, по словам Гамлета Курт, оказавшийся рядом, бросил ее намеренно. Монета была изрядно повреждена, но некоторые буквы были разборчивы. Гамлет подобрал ее, посчитав армянской. В интервью RDAM Гамлет Товсипян рассказал следующее. «Когда я вернулся из паломничества, я начал искать в интернете историю армянских монет, напечатанных вани. Но, к сожалению, ничего не нашел. Позже я узнал, кроме армянских монет, отчеканенных кюрикянами на территории Ташир-Дзорагет, ни вани, ни в других населенных пунктах в период царства багратитов их не было. Мой интерес еще больше возрос. По совету друзей я показал монету сотрудника отдела нумизматики Музея истории Армении. Оказалось, что монета была отчеканена грузинской царице Руссуда в XIII веке. Грузинские деньги в столице Ани. Все это, несомненно, вызывало много вопросов. И по возвращению во Францию я начал искать старые армянские монеты. Первыми в интернете мне попались образцы периода армянского киликийского царства. В основном они доступны, цена начинается от 10 долларов. Что касается дошедших до нас монет времен армянского правления в Килике, то их цена на аукционах превышает 50 тысяч долларов. Как-то во время очередного поиска я нашел серебряный пояс, который немецкий продавец выдавал за турецкий. Мой внутренний голос подсказал мне, что я должен приобрести его. И я не ошибся. На нем были армянские буквы М и арабская надпись, которая переводится как ВАН. С этого дня я начал интересоваться изготовлением армянского серебра. На вопрос журналистов, где собирается достоверная информация, Гамлет Овсепян ответил. О серебряном ремесле в Западной Армении в своей книге «Армянские мастера по изготовлению серебра» писал писатель американского происхождения Овсеп Токат. Благодаря ему я ознакомился с армянскими украшениями. Каждый раз, когда я посещаю турецкие музеи Западной Армении, испытываю сильную боль. Работы армянских мастеров представлены как часть турецкой или, в лучшем случае, османской культуры. В наших хранилищах богатая коллекция. Но, к сожалению, в наших музеях вы почти ничего не найдете. В рамках договоренности, достигнутой между Музеем истории Армении и Британским музеем, впервые в Ереване будет демонстрироваться бронзовая голова богини Анаид, хранящаяся в Британском музее. Об этом сообщает Комитет по туризму. Культ богини Анаид в Армянском Нагоре восходит к незапамятным временам и тесно связан к культам материнства. Главный храм Анаид находился в поселке Егерат в провинции Ериза Барцер-Айк. Храм был разграблен в 1934 году до н.э. во время вторжения римского полководца Марка Антония. Солдаты разбили и разделили огромную статую Анаид из золота и увезли ее в Рим. Ходили слухи, что первый солдат, осквернивший статую Анаид, ослеп, затем сошел с ума и умер. Что касается мощи, в Британском музее они были обнаружены фермером во время сельскохозяйственных работ в конце XIX века в Ерзенка. Останки статуи при каких-то обстоятельствах были переведены в Англию. Копия находится в Музее истории Армении. И в завершении новостей послушаем песню «Амшен». «Амшен» Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! КОНЕЦ КОНЕЦ